Ну, я, честно говоря, не слышал, чтобы муниципалы действовали так, через ЧОП, через каких-то там ребят силовыми методами. Это просто какой-то нонсон. Нет, это огромная, большая, скажем так, группа людей занимаются рейдерством. Причем, я всегда говорил, что рейдеры — это, прежде всего, люди, поддержанные власти у нас. Это видно неооруженным глазом. На все суды, например, ходит один человечек, он такой муж, директор школы нынешнего, который на все суды ходит, неважно какие, Грудинин, как частное лицо, ответчиком выступает, или совхоз Ленина. Везде все записывает и шлет сразу СМСки, отчитывается. И по моим непроверенным данным, это один из работников Главного управления внутренней политики Московской области. По крайней мере, связь его видна в жену Глава. Если он не приходит, то приходит такой же, как он, но только бывший прокурор, который тоже на работу устроился в структуру правительства. Мы это видим. Да, но они просто конкретно занимаются рейдерством. Причем, ведут переговоры с юристами, которых наняли вот эти рейдеры. Это фирма Юст, мы это тоже знаем. А что они действительно там фальшивые какие-то поддельные документы предоставляют? Они просто, поскольку уверены, что позвонит какой-то большой начальник судьи и скажет, как нужно принять решение, они даже не парятся, чтобы каким-то образом выстроить вот эту систему. Они тут подали в суд, якобы на основании газетной статьи, ну или в средствах массовой информации размещенный, скажем так, материал. А судья говорит, слушайте, а подождите, статья-то вышла, допустим, тогда-то, а вы подали исковое заявление раньше, чем вышла статья. А ссылайтесь на эту статью. А потому что, ну, просто сбой произошел. Видно, те, кому они заплатили, чтобы разместить эту статью, они не сразу это сделали. А они уже побежали и иск подали. Ну, таких случаев у нас огромное количество. Вот, потом вдруг выяснилось, что они представляют экспертное заключение, а все эксперты, которые там прописаны в этом заключении, отказываются от своих подписей потом. Выясняется, что они что, просто поделают, обыкновенные мошенники. Но в результате мы ходим в суды, доказываем. Последний суд, который удивительный. Никогда не было подключения, допустим, от имени совхоза к электричеству, например. Ну, не было такого подключения. А они говорят, бежите, совхоз подключите к электричеству. Все знают, что к электричеству подключить может только энергоснабжающая организация. То есть, та, которая имеет лицензию на это. А это МАЭСК или там Россеки, но никак не совхоз и меделение. И судья крутится, не знает, как заставить нас подключить электричество, хотя мы не можем это делать по закону. Или, например, этот последний случай, который был, по-моему, обсуждали. Судья Виндовского городского суда приняла обеспечительные меры, чтобы мы подключили дворец культуры к горячей воде. А не было никогда там горячей воды. Ее просто не было. Потому что было отопление, а горячая вода туда не подходила. Это было уже 1972 года, по-моему, стоит дворец культуры. Скоро уже 50 лет. И туда трупа не подходила. А теперь, наш юрист говорит, судья, вы поймите, там никогда ее не было. Как вы приняли обеспечительные меры? Несмотря на это, судья не снимает обеспечительные меры. Ну, это нонсенс, но это факт. Поэтому мы понимаем, что давление судебных органов до органов прокуратуры, к которым мы все время обращаемся, но они не видят ничего, никаких проблем, связанных с захватом дворца культуры, ну и с многими другими вещами. Судейская система, которая подвержена телефонному праву, чиновники, все они вместе работают на рейдеров, которые из «Единой России» фактически пытаются уничтожить последнее сельхозпредприятие в Ленинском районе, в Ленинском городском округе. И они уже уничтожили колхоз Горького, колхоз Ленинча. Мне очень понравилось это последнее такое мероприятие. На нашем общем собрании мы не только принимали коллективный договор, мы еще и принимали различные другие документы. Вот, например, один из документов был такой. Собрание единогласно проголосовало за то, чтобы объекты инфраструктуры, то есть дворец культуры, поликлинику, не передавать муниципальную собственность. То есть, это было решение, первое решение такое состояло в 1994 году, когда бывший директор предложил передать дворец культуры в муниципальную собственность. И собрание единогласно проголосовало против этого. И спустя 22 года, принято решение, 26 лет прошло, 27 даже уже, 27 лет опять нам пришлось общим собранием голосовать за то, что мы не собираемся передавать наш дворец культуры в муниципальную собственность. И тут ходит какой-то непонятный человек, вы его называете Фроси, который говорит, что мы акционера, он называет почему-то себя главным акционером. Главный акционер, да. Вообще нет такого понятия, главный акционер. Хотим передать муниципальную собственность. Во-первых, ты слушай общее собрание, что говорит трудовой коллектив. А во-вторых, если тебе очень хочется что-то передать, ну вон там в горках ленинских. Есть принадлежащий твоему хозяину, дворец культуры, который разваливается в ужасном состоянии, ну возьми и передай его в муниципальную собственность. Когда я этот вопрос задал вот этому бывшему главе Спасскому, то сказал, мы работаем над этим. То есть он единорос, работает с единоросом, саблиным по этому вопросу. Но пока еще ничего, уж прошло больше полугода, а ничего не делается. И они все, вот это большинство Единой России, сидящие в Совете, не могут ничего сделать. Хотя там здание действительно, это очень интересный же объект, объект культурного наследия. Это Буянов еще строил, и там действительно... Уникальное здание. Уникальное здание, да. Но оно пришло в негодность, и приходит в негодность. Ну и взяли вы его. И этот самый вот этот Бурлаков мог совершенно спокойно, учитывая, что он председатель каких-то там совета роты, ну его выгнали из Крыма, вот он приехал сюда. Он пришел бы к своему другу и сказал, слушай, давай, в виде доброй воли вот это здание, тем более, что они его довели вообще до ужасного состояния. Ну передай муниципальнюю собственность. А муниципалы бы сделали там, вместо того, чтобы проектировать. А в бюджете прошлого года было заложено почти миллион рублей на проектирование, на предпроектные работы. И дальше там большие деньги на то, чтобы построить еще один рядом дворец культуры. Где-либо этот отремонтировать. А наш дворец культуры, который является гордостью, кто только не приезжал, какие только делегации не были, мы всегда в прекрасном состоянии, дворец культуры у нас находился. Нам мешает даже ремонт провести. Там люди просят, передайте, я знаю, общался с ними. А здесь люди просят, не надо, так все делают наоборот. А если видели, там еще было осенью заседание, они очень хвалили, что там народ пришел, хотя я видел уже, кто там приходит. Но пришел один человек и написал, мы против передачи здания муниципалу и с плакатом. И везде в их роликах прямо написано, показано, что там человек против пришел. Поэтому понятно, что они не слышат людей, здравый смысл, занимаются провокациями. Но победа будет за нами, мы победим.